Сейчас я поделюсь с вами фантастической историей из моей жизни. Фантастической потому, что никогда не думал и не гадал, что так меня может занести на повороте любовных отношений. А виновата в этом моя теща. Ворвалась в мою жизнь и перевернула все с ног на голову. С тестем знакомство состоялось почти сразу, как только мы с Яной съехались. Он был худ, хромоват и местами шизофреничен. Иначе чем объяснить, что при первом знакомстве пытаясь напоить, он испытывал меня многочасовыми, повторяющимися рассказами про свое увлечение. Каждый год, как водится, нет, не 31 декабря, а обычно в любой из летних месяцев, лишь бы тепло, тесть с друзьями сплавляется на байдарках по реке. Путешествие это занимает несколько дней. По пути остановки, любование природой, сон в палатках, дикарский образ жизни. И с его слов, это семейная традиция. Типа такой обряд посвящения, и я его тоже должен буду пройти. Подозреваю, конечно, что он придумал это тут же на месте, я не любитель природной романтики, но надо так надо. Жена его, то бишь, моя потенциальная теща. В период моего принятия в семью, жила у родителей в Германии, присматривала за престарелой матерью. Подозреваю, просто, наверное, сбежала, отношения у нее с мужем явно не ладились. В доме, я даже не увидел ни одной ее фотографии. Тесть явно любил больше свою собаку, и аккуратно повсюду расставлял в рамочках фото своих рыбацких трофеев. Виделись мы часто, Яна присматривала за домом и помогала отцу по хозяйству. И вот настал тот волшебный день, когда мы ждали приезда тещи по имени Владлена. Имя-то какое чудное, думал я. Наверное, и барышня сама с чудесами. И в общем-то не ошибся. Знакомство наше состоялось случайно, и для моей жизни имело эффект колоссальный. Я должен был поехать встречать тещу в аэропорт, Яна и тесть ждали дома, на торжественный семейный обед. Стоя в зале ожидания, рассматривал всех женщин бальзаковского возраста, сошедших с нужного рейса. В руках табличка с надписью Влада. Стою с транспарантом, а поток людей все редеет, уже занервничал немного, как вдруг мое внимание захватила красивая, яркая женщина неопределенного возраста. Угадывался в ней зрелый шарм, но выглядела она потрясающе. Длинные волосы переливались на солнце оттенками каштана, алая помада, огромные солнцезащитные очки. Высокие шпильки, джинсы обтягивали соблазнительные пышные бедра, и в вырезе распахнутой косухи угадывались прочие выдающиеся прелести. Она сняла очки и стрельнула на меня глазами. Дыхание перехватило. Черт! Подумал я. Неужели это она, не может быть. Привет, Александр. Улыбнулась красотка и уставилась на меня. Мурашки пробежали по телу. Здрасте. Ответил я. Влада, она самая и давай на ты, серьезно сказала она. Ух, какая! Пронеслось у меня в голове, и ноги стали ватными, а голос дурацки задрожал. Не ожидал от себя такого, совсем. Ехали к дому, она непринужденно болтала, накручивая на палец локоны, много смеялась и как бы случайно прикасалась к моему бедру. Отчего меня бросало в жар и в краску. Ее, видимо, это забавляло, потому что останавливаться она не собиралась. Так и играла со мной всю дорогу. Речь зашла о тесте. Понимаешь, Саш, живем с ним как родственники, столько лет вместе, а на самом деле чужие. Ты и сам, думаю, догадался. Давным-давно уже он мне не муж. Вот как чемодан без ручки и нести тяжело и бросить жалко. И смотрит на меня такими глазами, во взгляде такая тоска и нежность. Я аж вспотел весь. По пути Влада попросила заехать на один адрес, передать посылку знакомым. Приехали мы к дому, зашли в лифт и тут началось самое интересное. Дом ветхий, лифт старый. Может им уже и не пользуются давно, нам то откуда знать. Лифт сначала со скрипом поплыл на наш самый верхний этаж, а потом на полпути замер и ни туда ни сюда. Двери не открываются, кнопка вызова диспетчера не работает. Мобильный телефон сеть не ловит. Вот так приехали. Мы с Владой сначала стучали и кричали, но потом нам показалось это бесполезным и пришлось бросить эту затею. Давай что ли поболтаем, сказала она. Прошел час, показавшийся нам вечностью. Неужели никто так до сих пор и не удивился, что лифт не работает? Возмущался я. Россия, мой любимый дом. Смеялась Влада. А давай посмотрим, что в коробке, может нам еще долго сидеть. А я голодная. Ну раз так вышло. Типа компенсация за моральный ущерб, предложила она. Хорошо, давай открою, сказал я. Вскрыли посылку. А там две бутылки марочного вина и бельгийский шоколад. То, что надо для знакомства в стесненных условиях. Я достал свой универсальный брелок, открыл бутылки мини-штопором. Одна мне, другая Владе. Чокнулись. Сначала просто за жизнь болтали, к слову сказать, очень интересным собеседником оказалась моя теща. Потом, слегка захмелев, стали чуть переступать границы дозволенного. Смеяться над всей этой историей. Потом Влада предложила выпить на брудершафт. Чем может закончиться это прелюдия. Я уже прекрасно представлял и с удовольствием принял предложение. Дальше у меня в голове начали разыгрываться сцены того, чем можно заниматься в лифте. Замечтавшись, я не сразу заметил, как двери лифта распахнулись. На нас с ухмылкой смотрели два мужика в рабочих комбезах и пожилая женщина, в которой я узнал консьержку. Ох, как хорошо, что вы наконец-то приняли меры. Воскликнула Влада, мы уже боялись остаться тут навсегда. Так давно здесь, что думали у нас и дети прям тут родятся. Мы тоже давно тут, просто не хотели вам мешать, сурово ответила дама. Мужики при этом заржали. Оказывается, в лифте была установлена камера, которая даже работала, в отличие от кнопки вызова. В какой-то момент консьержка отвлеклась от чтения любовного романа и обратила внимание на странную парочку в лифте, распивающую вино на полу. Вызвала соответствующих специалистов. Мы с Владой вмиг протрезвели от такого реалити-шоу. Быстро собрали свои вещи и дали оттуда деру. Приехали домой, а там стол как султана Сулеймана. Янка, мечи, бокалы. Заорал тесть, явились, не запылились. Дальше все прошло без приключений. Мы с Владой хоть и переглядывались многозначительно, но никто из нас не заговаривал о произошедшем. Ну было и было, думал я. Сыграли свадьбу и жизнь пошла своим чередом. Я уже смирился, если бы не одно летнее приключение. А все случилось на этих самых байдарочных мероприятиях. Собрались мы в путь-дорогу большой дружной компании, тесть с тещей, куча каких-то друзей, бардов, много еды, питья, гитара, все как положено. Янка не поехала, сказала, что по состоянию здоровья и дела у нее, отмазалась в общем. А у меня же посвящение, типа, тесть вцепился просто мертвой хваткой, надо плыть. Ну сели в лодке и поплыли. И правда, очень восхитительно наблюдать красоту природы. Я греб медленно, не торопясь, и мы чуть отстали от всех. Речку, конечно, я не знал вовсе, первый раз все-таки. И на очередном небольшом пороге нас сильно тряхнуло и Влада упала в воду. Я прыгнул за ней, забыв обо всем на свете. Мы отплыли к берегу, туда же прибило и лодку. Оставшись наедине, мне трудно было себя сдерживать. Может, ты уедешь? В шутку спросил я ее. И продолжил уже всерьез, ты для меня как наваждение, совсем заморочила. Я больше так не буду, улыбнулась она. Нет уж, даже не думай. Ответил я и мы вдвоем рассмеялись.